всем привет мои дорогие друзья с вами как всегда дезертируем и продолжаем проходить масса эффекта надеюсь вам понравится все то что вы увидите и так далее и тому подобное в общем то в общем то ну как вам сказать не знаю давайте поедем наверное все таки как-то на монорельсе отбытие с центральной станции пункт назначения станция расселена ну окей вы прибываете на станцию расселена научный комплекс binary helix так ну я надеюсь что здесь будет все более интересно поглядим поглядим здесь нигде спуститься нельзя сюда нам пока рано 3 лаборатория пойдем спаленки поднимаемся как всегда на лифтах и бежим вперед отставить кто-то живой простите кто же знает что там на монорельсе эти твари могут управлять монорельсом черт их знает фактически я ни в чем не могу быть уверен фактически вы человек и этого достаточно чтобы я не стал стрелять но все-таки кто вы меня зовут шепард я спектр ух такому тяжело вооруженному коню в зубы смотреть не стану в общем и целом на той неделе пришельцы захватили риск лаборатории оттуда выбрался один хана лар да и тот не в себе мы глазом не моргнули а эти твари уже ломились на мой пост фактически тогда нас было куда больше вас застали врасплох вам пришлось защищать гражданских вы молодец капитан да фактически я в этом не уверен совет директоров прислал одно азаре чтобы решить проблему вчера она зашла в риск лаборатории с тех пор ничего не известно я не дам вашим людям погибнуть все что я могу это держаться и защищать гражданских возле монорельса есть аварийный лифт этой карточкой вы его включите он доставит вас в риск лаборатории да если нужна медпомощь доктор коэн внизу в лазарете вы уверены что матриарх еще в риск лабораториях назад она не выходила вы пришли с центральной значит там ее тоже нет эти твари появились из комплекса или напали снаружи хотите мое мнение фактически в подобных лабораториях и делают таких тварей расскажите мне о структуре риск лабораторий в общем и целом комплекс встроен в ледник дальше в горах старый мощный стабильный если что-то пойдет не так они нагреют лед и все затопят фактически персонал обычно попадает в лабораторию на монорельсе с центральной станции есть прямой лифт но это только на случай чп в общем и целом я своих людей туда не отправлю это слишком опасно понятно вам да понял понял кричать то зачем расскажите мне о станции расселена я же не могу рассказать обо всем сразу что конкретно хотите знать расскажите мне о системе защиты тут достаточно безопасно можете не пугаться темных углов просто меня впечатлило что вы выжили продержаться в течение недели дело нелегкое фактически на такие посты назначают только самых лучших фактически что мне больше всего нравится так это турели и камеры они управляются из зала рядом с карантинными лабораториями в общем и целом один человек может перекрыть весь комплекс к пульту управления будем отступать в последнюю очередь от урель на нас нормально прикроют расскажите мне системе за промахнулся нация фактически должна выдержать прорыв что за исследование тут проводится без понятия мне этого знать не надо пока никто не начал гибнуть это не мои проблемы какой-то ты прям совсем печальный что вы можете рассказать о пришельцах спросите дока алара фактически он один вышел из риск лаборатории последний волос тут прям последний волос мне нужно знать о ситуации в риск лабораториях комплекс отрезан от сети фактически можно послать разведчика вниз на лифте но я своих людей на смерть не отправлю эти твари появились из комплекса или напали с наружи хотите мое мнение фактически ясно понятно эти твари хотите мое мнение фактически в подобных лабораториях и делают таких тварей как ваши люди держатся первой волны мы не ожидали твари сюда прорвались мы потеряли нескольких ребят в общем и целом у нас связаны руки сидим на стимуляторах дежурим долгими сменами никому не нравится но альтернативы не вижу получается что все наверно мне нужно вернуться к заданию да я слышал чёрт все по местам какими разбираться все или еще что-то где-то спасибо за помощь каждые пару часов из тоннеля выбирается несколько тварей с тех пор как заблокировали лифт стало проще я постараюсь вам помочь не знаю зачем они бросаются под огонь фактически даже звери понимают что не надо совать нос туда где больно ну да логично так и там кстати даже какой-то продавец находится ну хотя он по идее о нем уже говорил здесь даже что-то хорошее есть ручное отключение как вариант и поехали отлично кстати торговцу сейчас все это и продадим барахлом замесательно все ненужное отдадим торговцу неуверенность я приветствую вас осторожность интересуюсь что вы здесь делаете я слышала здесь были какие-то проблемы затаённость я беспокоюсь о состоянии нашей охраны многие из них уже несколько дней не спали вынужденное дружелюбие в настоящий момент ассортимент моих товаров ограничен давайте поглядим сожалению большая часть моих запасов была присвоена капитаном вентралисом не волнуйся чувак я тебе могу продать кое-что интересное полезное и так далее кстати говоря в принципе могу купить эту винтовку и отдать ее кому-нибудь из моих подчиненных так сказать например рексу как вариант ну или гарусу но первым делом я скорее всего продам все совсем ненужные ненужные мне совсем типа фугасных гранат вот этих просто все пятого уровня продаем то что у нас есть пятый уровень все 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 продаем видите денежки начинают сыпаться прям очень хорошо даже можно вот так вот ускорить немножко все вот этот ассортимент мы пока что оставляем как только у нас будет уже накапливаются вот этот всего сейчас мало но как только так сразу тогда уже будем смотреть что у него есть улучшение панацелина обязательно к покупке лицензия сирта обязательно к покупке все остальное нам принципе по моему не нужно вообще к фигам легкая броня тяжелая броня человек фигня пистолет фигня легкая броня фигня ну ничего у него действительно хорошего нет но у нас теперь есть 800 штук поэтому почему бы нет что что вы член научного коллектива да меня недавно сюда перевели чем вы здесь занимаетесь молекулярной генетикой и я специалист по биотически усиленным аллели специфичным гибридом можете перевести на нормальный язык это из области генетики неважно так а вы член научного коллектива меня недавно сюда перевели чем вы здесь занимаетесь молекулярной генетикой и я специалист по биотически усиленным для меня это слишком сложно и я умею отслеживать наследуемые вариации генных последовательностей вам это вряд ли будет интересно ну да в принципе согласен вы кажется не так встревожены как все остальные это одно из полезных свойств прерванной вами медитации расскажите мне о себе я олести аэлис университет арейса вас интересует что-либо конкретное или просто россыпь случайных фактов я вам как-то помешала я медитировала представителю вашего неспокойного вида это может показаться рассеянностью вам знакома матриарх бенезия вы знакомы с президентом земли хуэртой вряд ли бенезия проходила здесь вы ее не видели и я ее видела вы спросили знакомы ли я с ней нет пока что это все тогда я вернусь к своей медитации боже какая она тугодумка как же тяжко с такими веселыми инопланетянами что что вам нужно я не хотела вас беспокоить нет нет все в порядке я просто немного не в себе что с ними случилось они отравлены токсином произошло чп я я давал подписку они разглашений мне нельзя обсуждать это ни с кем за пределами компании но вам придется рассказать потому что я могу помочь надеюсь они сочтут что наши жизни ценнее чем секреты компании вы знаете миру виртуальный интеллект вершины 15 она обеспечивает безопасность наших экспериментов мы ее включили когда проходили через центральную так это были вы я вам благодарен без нее автоматическое оборудование не работало в разгар эксперимента мы потеряли связь с мирой и режим карантина был нарушен эти трое подверглись действию токсина это вещество с которым мы работали я понимаю вашу осторожность но мне нужны подробности то что вы скажете останется между нами это биологическое оружие она основана на экзотической форме жизни с дальних рубежей нам заказали средства которые может ее убить но средства для уничтожения одного вида это мало осмысленно мы продолжили работу стали адаптировать его к воздействию на другие виды торрес б очень заразен но не передается от одного индивидуума к другому биологическая атака не вызывает эффекта эпидемии мне все равно насколько он безопасен биологическое оружие вне закона военные правительства так или иначе они получат это оружие мы пытаемся уменьшить ущерб я знаю вам сложно это понять доктор цитадель запретила биооружие не просто так я и не ожидал что вы поймете наши записи и оборудование заперты в карантинных лабораториях вентралис боится что его люди заразятся он прав что никого туда не пускает нет у токсина короткий период жизни потом он распадается на простые протеиновые цепочки но вентралис не верит мне я поговорю с ним возможно мне удастся его убедить официально я не могу вас просить об этом но если у вас получится я буду очень благодарен что нужно чтобы получить для них лекарства рядом с жилыми помещениями для ученых находятся карантинные лаборатории там вы найдете наши заметки далее просто следуйте инструкциям в них и все получится как ученые держится лучше чем охрана те с первого нападения не могут расслабиться я даю им стимуляторы но всем нужно когда-то спать они начинают нервничать мыслят нерационально вы ведь доктор так доктор но не в смысле врач моя специальность микробиология а не первая помощь у нас был медик доктор салих он мы его потеряли простейшее лечение может обеспечить автоматической системы мира поговорим позже надеюсь вы сможете что-то сделать так мы действительно надеюсь мы действительно что-то сможем сделать бедные ребята им больно им хреново и мы не можем им пока ничем помочь с исключением того что уже смогли узнать ладно сейчас мы чуть сделаем что нет простите я почти не спал с момента нападения вам что-нибудь нужно да я ищу одну азари азари вон там доктор аэлис еще есть наши гости леди бенезия капитан вентралис должен знать где она что вам известно а риск лабораториях ничего я там не работал насколько я знаю там выжил только ханалар он глазарите нет он остался в жилых помещениях для ученых будьте с ним помягче он много пережил какие работы здесь проводились я не могу сказать я дал подписку о неразглашении я хочу сохранить работу если мы останемся в живых расположение ужасное но платят лучше чем любой другой коммерческой лаборатории вам не нравится на вершине 15 здесь не существует внешнего мира одни только стены изо льда и камня только работа исследования легко забыть для чего существует научная этика может теперь мы за это расплачивается что возможно вы эти я токсиколог я не могу обсуждать свою работу хотя после чип и никакой работы уже не было логично блин как вы держитесь глупо жаловаться после того как видел своих коллег с мозгами наружу после нападения никто из нас почти не спал разумеется оружие есть не у всех я поговорю с вами позже не забудьте сообщать о любых подозрительных звуках хорошо внимание активирован протокол сторожевой пёс ну да мне туда по сути нельзя насколько я помню ладно надо с кем-то поговорить чтобы нормально смочь так сказать сделать все что надо сейчас поговорим зачистим лифт и потом уже будем как-то дальше продвигаться здесь точно ничего нельзя сделать да по моему вот теперь у нас там квестик появится вам что-нибудь нужно я слышала о проблемах в карантинной лаборатории я хочу добыть антидот мне фактически жаль что мы не можем им помочь честно но нельзя рисковать мы не входим ваши планы мы потребляем лишний провиант лишний панацелин да но фактически у вас есть лишние стволы в общем и целом хотите рисковать своей шкурой пожалуйста фактически я вам не начальник я скажу охраннику впустить вас но дверь за вами закроют прежде чем выпустить вас обратно мы проведем сканирование найдем аномалии останетесь внутри разумная мера предосторожности в общем и целом я уведомлю охранника удачи какой-то вернуться к заданию мне-то фактически тоже на у тебя фактически его и нету ладно пойдем сейчас на опасную миссию так я на самом деле плохо помню где мы можем найти приключение на нашу пятую точку поэтому такое но пока что пробежимся я думаю здесь сена откроет конечно посмотрим что у нас здесь есть потому что сюда мы еще кстати не ходили это по-моему еще один монорельс вроде бы может и нет не помню так нет это жилые зоны а вот ты наш волос я ли ле 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 цельфичк вы здесь чтобы разознать о них о них это об этих тварях Да. Я единственный, кто выжил в лаборатории. Мне нужно больше знать об этих тварях. О Рахни? Не гони Пургу. Не могут это быть Рахни. Откуда они взялись? Нашли на заброшенном корабле. Яйцо. Осталось еще с войны. Привезли его сюда. Заткнитесь! Боже, вы хотите, чтобы нас убили? Я не властен над тем, кто выживет, а кто умрет. А вы? Хотите сходить с ума? Делайте это тихо. С ума. Я здоров. Боже, как я здоров. Как мне попасть в зону техобслуживания? Допуск есть у любого начальника группы. Например, у доктора Коэна. Он в лазарете. Я слышала, что вы были в риск-лабораториях. Как вам удалось выйти оттуда живым? Я убил ее. Отвечай на вопрос. Доктора Зан-Муа. Мы собирались обедать, когда включилась тревога. Я побежал к монорельсу. И зах... Она стучала в окно, а потом ее разодрали на куски. Голова разлетелась, словно дыня. Я закрыл дверь. Я убил ее. Расскажите, что вам известно. Пусть ваше спасение не будет напрасным. Думаете, мне нужно отпущение грехов? Его не бывает. Матриарх могла выжить в риск-лабораториях? Это возможно. Образцы были чувствительны к биотикам. Хм. Ну ладно. Мне пора идти. Да. По крайней мере, раз это все, что он хочет нам рассказать, мне действительно пора. Вот так вот. Взять с собой, естественно. Так, ученый-ученый. А такой, слышал? Как ты можешь рассказывать анекдоты? Короче, один атом водорода говорит другому. Я свой электрон потерял. Я его уже слышал. А тот ему отвечает. И как ты к этому отнесся? Положительно. Да заткнись ты. Черт. Какой прям комик. Ё-просота. Я аж прям это, обрадовался. Так, понятно. Дверь закрыта. Требуется авторизация. Гарус. Турианцы не любят холода, Шепард. Я уже говорил? Нет, первый раз слышу. Вы не из персонала. У меня есть разрешение Вентралиса на вход. Да, он сообщил по радио. И велел проверить, не заражены ли вы, когда будете выходить. Хотите умереть, так встали бы на баррикаду караулить. Ну, я уж как-нибудь сам решу, ты же не против. А, ну у меня нечего смешивать. Здесь ваша миссия завершается, Шепард. Это мы еще посмотрим. Глупая, глупая женщина. Ау. Это единственный минус у этих сволочей. При первой возможности, при первой возможности. Сначала оружие в руках держать научись. Так, ручное отключение, естественно. Забрать себе. Круто. Ручное отключение. Бален. Вот так вот. Прям проскочил. Прям на крополях, можно сказать. Аптечечку возьмем. Почему бы и нет? Хотя у нас и так полные аптечки, но... Лишним все равно не будет, правильно? Ладно, выходим отсюда. Охранника жалко. Ну окей. Они пришли оттуда. Вы имеете ввиду ге... Неорганических существ, которых привезла Азари? Их привезла с собой Бенезия. Мне пора идти. Да. Хорошо. Ну туда мы как бы все равно не попадем, поэтому возвращаемся обратно на лифт. И кедем наверх. Надо бы доложить доктору, что у нас есть лекарства. Все хорошо. Ничего для этого искать было не надо, как оказалось. Я совсем об этом забыл. Главное, что мы, в принципе, помогли людям. Нас не убили. Да е-мое, нас даже не покоцали. Даже щиты не сняли. Какие-то Азари слабоватые немалости. Ну ладно. Так. Осталось спуститься к доку. И все будет хорошо. Надеюсь, доктор не против, чтобы я дал ему лекарства. Это лекарство? Вы его сделали? Та ученая Азари в столовой. Она пыталась нас убить. Олестия? Не может быть... Я... Я мало что о ней знаю. Она приехала с месяц назад. Один из акционеров ее сюда протолкнул. Дайте угадаю. Спектр Сарен? Да. Кажется, так его звали. Я не очень-то слежу за работой других ученых. Слушайте, насчет охранников. С тех пор, как вы здесь, они все на взводе. Такое впечатление, что они вас ждали. В служебной части есть еще лаборатории. Охрана меня туда не пускает. Говорят, что нужен допуск. Как насчет зоны техобслуживания? К ней у вас есть доступ? Зона техобслуживания? Да. Возьмите мой пропуск. Но там ничего нет, кроме снега. Дайте мне осмотреть ампулу. Развитие работы Фелпса? Я знал, что он на верном пути. Не знаю, как вас благодарить. Боже. Я говорю штампами. Вы понимаете, что спасли им жизнь? Может, есть лишние аптечки? А они тут на вес золота. Только чур, я вам ничего не давал. Вентрализ велел оставить их для своих. Мне нужно дать больным лекарства. Еще раз спасибо. Да не за что. Мы получили кучу героя, как обычно. И, кстати говоря, у нас 4 очка свободного опыта. И мы можем получить гигантскую скидку в магазинах. Аж целых 8%. И, в общем, обаяние до 12 уровня улучшить. Так что, почему бы нет? Ну и попутно мы улучшим нашу физподготовку, например. Потому что это нам, в принципе, может пригодиться, я думаю. Ну да, наверное. В принципе, полностью можно улучшить физподготовку до 30%. Вот так круто. Думаю, потом этим займемся. Ну а пока что давайте, не знаю, прокачаем физподготовку у нашего веселого Крогана. И у нашего веселого Туррианца. Так, увеличивает урон от взрывов. Нет, не то. Энергия щита. Перегрузка третьего уровня. Вот, отлично. Ну, теперь все замечательно. Теперь меня все, в принципе, устраивает. Такая небольшая, небольшая веселая серия получилась. Сюда нам все еще нельзя. Хотя туда нам надо. И мы, по-моему, можем, если я не ошибаюсь, прибежать к охраннику. И поговорить с ним напрямую. Опять-таки, если я не ошибаюсь, конечно. Вам что-нибудь нужно? На меня напала Азари, которая была внутри. Она убила вашего охранника. Доктора Элис? А с виду была самая спокойная из всех. Надо же! Она была охотницей. Работала на матриарха. И с ней была группа гетов. Боже правый, я-то фактически считал ее очередной яйцеголовой. Вот напасть. Да. Мне нужно вернуться к заданию. Мне-то фактически тоже. Не все люди такие, какие кажутся на первый взгляд. Какими, точнее, кажутся на первый взгляд. Ладно. Так, а как же мне попасть в центр-то? Я что-то подзабыл малость. Или мы уже имеем доступ в центр? Так, 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 так. А ну-ка. А ну-ка попробуем. Внимание! Активирован протокол. Сторожевой пес. Ау! По-моему, это была немного плохая идея. О-о-о, здесь куча охранников. Нет, я, в принципе, могу их, конечно, всех перебить, но нет, лучше. Ладно, загружусь. С последнего. Так не говорите мне, что я сохранился не очень хорошо. Ну, будем надеяться, что я сохранился хорошо. Иначе будет немножко проблемно. Самый мал-с. А, ну у нас сохранение получилось перед сдачей квеста, так что все нормально. Ладно, это плохая идея была открывать. Это лекарство? Думаю, да. Трудно было сосредоточиться. На вас напали? Я, я... Слушайте, насчет охранников. С тех пор, как вы здесь, они все на взводе. Так, в служебной части есть еще лаборатории. Охрана... Как насчет зоны техобслуживания? Зоны техобслуживания? Да, возьмите мой... Дайте мне осмотреть ампулу. Разве... Не знаю, как вас благодарить. Может? Мне нужно дать больным лекарства. Ну, в общем, да. Панцилина 0 получили. Я только сейчас, кстати, заметил, что он нам ни хрена пенициллин таки не дал. Пенициллин, пенициллин. Почему пенициллин все время? А не панациллин, как он на самом деле называется. Ну да ладно, кого это волнует. Правда, я, по-моему, не взял, не улучшил себя в диалоге. Ну да, минус. Боевая подготовка, либо физподготовка. Урон от оружия в ближнем бою. Ладно. Все-таки прокачаем, как и раньше. Хотя прокачаем ему барьер. Пусть у нас Рекс будет таким жестким танком. Так, вот теперь точно сохранимся. Карантинная лаборатория неподалеку от ученых. В общем, понятно. Сейчас мы, собственно, туда и пойдем. На лифтике спустимся. И доедем куда надо. Ну, по крайней мере, хочется на это надеяться. Так. По идее, теперь у нас есть... Да, вот. Теперь у нас есть пропуск, и мы можем войти вот сюда. Замечательно. Кроме снега здесь ничего нет. Ну что ж. Я думаю, что мы с вами увидим, что же здесь скрывается уже в следующей серии. Ну а на сегодня, собственно, все. Так что всем пока, мои дорогие друзья. И всем удачи. Рад был вам показать сегодняшнюю серию. Увидимся завтра. Ну или сегодня. В зависимости от того, когда будет серия.